здравствуйте дорогие друзья на связи дмитрий николаев я вас всех приветствую на своем канале на ютюбе в сегодняшнем обзоре речь пойдет о виджете от сторонних разработчиков ford l мод в своих роликах я уже как-то затрагивал установку этого виджета но мы не приходились по основным его возможностям и всем таким разнообразным категориям которые предоставлены в этом виджете скажу сразу для того чтобы установить этот виджет вы должны сначала создать учетную запись develop как она создается вот ссылочка перед вами нажимайте на нее вы перейдете к обучающему видео создавайте учетную запись develop после чего возвращайтесь к нам и будем действовать дальше о том как его установить я сейчас расскажу то есть основными двумя способами можно его установить это через персональный компьютер установив в него ну к примеру сервер сами виджет как через персональный компьютер устанавливаются виджеты вот ссылочка перед вами также и этот виджет можно установить прямо с интернета сайта разработчика как это делается мы также проходили этот урок и также ссылочка перед вами то есть выбирайте каким удобным способом для вас больше будет удобней устанавливать или через компьютер или через сервис через сервер прямо с сайта разработчика у меня же он уже установлен и я хочу предупредить что теперь в каждом ролике который относится к обзорам виджета вот сторонних разработчиков на телевизоре samsung я больше не буду показывать полностью каждый раз как создавать учетную запись или как устанавливать виджеты я буду просто рассказывать вот ссылка нажмите проходите это проходите то и после чего возвращайтесь и мы уже будем продолжать с вами проходить обзоры потому как на вот это создание учетной записи в каждом ролике я считаю идет много времени будет так удобней для всех ну а особенно для тех людей у кого уже и создана учетная запись и установлен на компьютер какой-либо сервер для установки виджетов и в общем для тех кто об этом все уже знает таким образом ролики будут и короче и для тех кто это все сделал это не будет так утомительно смотреть и так fork l мод самый стабильный виджет от сторонних разработчиков то есть ни разу не подвел такого еще никогда не было чтобы виджет просто не запустился постоянно какие-то дополнения обновления ну давайте меньше разговора больше делают так все установили этот виджет любым способом удобным и давайте пройдемся первое это глобальный поиск просто абсолютный поиск по всем вот этим в среднем 10 категориям 13 отзыв 12 другие сайты мы это посмотрим 11 это портал для взрослых 10 портал айпи тиви ну и 9 это youtube ну считайте 10 категорий идет глобальный поиск по десяти таким глобальным категориям как fs2 и x-ray то есть такие серьезнейшие плейлисты серьезнейшие целые сервисы то есть если я нажимаю на раздел глобальный поиск вот такая удобная клавиатура появляется где появляются сразу у нас подсказочки то есть первое а кнопка на пульте удалить все что мы ввели введенный текст кнопка b изменить язык на самой клавиатуре как видите меняется с русского на английский кнопка 0 это у нас удаляет всю историю ранечных запросов поиска и d кнопка вот что такое быстрый поиск вверх 8 вниз 5 выбрать я сейчас расскажу для того чтобы это рассказать это нужно что-то найти ну давайте например найдем фильм титаник давайте я буду вводить титаник вот я только начал вводить ти мне сразу предлагают то что уже находится то что уже нашлось в быстром поиске чтобы мне выбрать титаник мне нужно нажать кнопку 2 или 8 то есть 2 это вверх 8 вниз нажимаю кнопку 2 у меня идет вверх 8 идет вниз то есть я выбираю вот уже готовый титаник мне больше не надо ничего вводить и для того чтобы ввести текст в быстрый поиск мне нужно на пульте нажать кнопку 5 вот я нажал кнопку 5 и для того чтобы ввести ввод мне нужно или на клавиатуре переместиться на enter или нажать синюю кнопку d что обозначает ввод поиска и так я нажимаю d сразу в правом нижнем углу вы видим идет загрузка и так вот мы видим сколько у нас нашлось всех титаников каких можно было только не найтись и причем при всем сразу отображаются ярлычки тех сайтов или серверов как правильно плейлистов сервисов скорее всего на которых он есть то есть первое fs2 hd xua опять fs2 то есть посмотрите сколько всего титаников 81 вариант титани как находится вот по вот этим всем сервисом давайте выберем любой из них к примеру вот титаник самый первый я выбираю в правом нижнем углу идет загрузка тут мы можем сразу или нажать смотреть или посмотреть какие есть в этом сервисе файлы и мы видим что только по первому запросу тут у нас находится и hd качество и hd рип причем при всем сразу когда мы перемещаемся например дубляж hd качество видим что 1679 гигабайт один файл то есть это естественно точно hd следующая 273 гигабайта hd рип и так далее дубляж не во фильм то есть просто огромный выбор и dvd рип и перевод гаврилова андрея и живого юрия кто только его не переводил в общем собрано все при все ну давайте мы включим какой-нибудь ну вот дубляж хорошее качество hd рип правом нижнем углу я вижу что идет загрузка с сайта fs2 нужно немножко подождать и вот пошли проценты загрузки то есть видим что нормально все запускается и фильм прекрасно идет где вот тут написано что можно изменить звуковую дорожку тут есть несколько звуковых дорожек вот я нажал на кнопку с буквой b неизвестная неизвестная в общем это нужно воспроизводить и слушать какие звуковые дорожки здесь есть дальше громкость в право-влево джойстиком на пульте и перемотка на одну минуту на пульте нажав на кнопку перемотка режим 3d я его не пробовал но это естественно искусственное преобразование с обычной картинки в режим 3d то есть я сейчас нажал режим 3d и вот пошло такое искусственное преобразование сейчас его выключу ну вот оно пошло как бы в 3d хотя этот фильм и так есть в 3d таким образом воспроизводится прекрасно фильмы в этом виджете давайте я сейчас выйду с него с этого фильма портал fs2 украина портал и xua украина и пошли дальше портал кино улей то есть давайте попробуем запустим его тут также присутствует поиск ожидаемые сериалы и так далее давайте быстренько пройдемся все стандартная новая сериалы фильмы тиви передачи мультфильмы мультсериалы в виджете фесту и xua и конечно побольше тут категорий всегда было то есть 15 разнообразных категорий в этом скорее всего не видите а в сервисе присутствуют и и кино раздел тут еще больше разнообразных категорий в этом разделе то есть биографии личности кумиры если выбрать этот раздел то тут все относится к каким-то разнообразным личностям очень известным стрелка на пульте в право на страницу переходит 2 то есть тут много страниц давайте выходить отсюда портал hd кинотеатр то же самое 34 разных категории по биографиям по годам выпускам сериалы детские детективы и так далее портал кино hd 3 семерки вот такой тут имеется портал 17 категорий портал youtube самые горячие ролики которые есть на портале youtube портал кино макс то же самое 15 разных категорий давайте посмотрим в разделом новинки такие новинки и портал айпи тиви посмотрим какие тут айпи тиви каналы после того как мы зарегистрируемся на сайте обо все . ру мы можем оформить подписку на айпи тиви каналы но подписка естественно будет стоить денег тут есть раздел 2 айпи тиви канала кроме моих подписок давайте откроем первый раздел и видим что тут находится 30 каналов в основном это русскоязычные каналы насколько я вижу давайте откроем любой например детский канал справа нам показано было что сейчас идет какая передача сейчас идет или фильм то есть программа вот сейчас идет загрузка у то есть после чего вот открылся канал детский меняется соотношение сторон и нормально воспроизводится этот канал то есть в каждом канале собственно говоря тут есть программа телепередач справа тоже скажем так удобно как и твц тв3 что сейчас именно идет канал 2 плюс 2 россия домашний нтн нтв и первый канал давайте попробуем запустить первый канал и посмотрим к насколько хорошо он воспроизводится ну вот открылся первый российский канал звуком также режим д громкость и так далее в общем нормально идут айпи тиви каналы в этом виджете это в общем первый раздел из бесплатных телевизионных каналов которые входят 30 каналов и второй раздел айпи тиви 2 который входит 72 канала ну давайте какой-нибудь канал попробуем запустить отсюда например евроспорт где также показана программа телепередач что будете что сейчас идет давайте дождемся конца загрузки и посмотрим насколько хорошо идет канал евроспорт ну вот меня сейчас опять выкинула так скажем к списку всех каналов почему-то евроспорт не запустился давайте посмотрим например стс сокровище нации сейчас должен должен идти фильм книга тайн посмотрим как в этом и виджете в этом разделе айпи тиви 2 воспроизводится и запускается канал стс в общем пока я оставил видео на паузе на паузу скажу так что некоторые каналы запускаются нормально а некоторые просто выкидывают в главное вот это меню ну нужно перебирать и скажем так сортировать в что нельзя сказать про раздел айпи тиви 1 здесь все каналы какие я только не запускал все идут нормально здесь же почему-то одни идут вторые не идут ну и давайте уже этот естественно не будем затрагивать портал другие сайты что такое другие сайты я сейчас нажал на него тут присутствует также глобальный поиск и присутствует 19 разнообразных также разделов hd резко киноха x то есть также вот повторяется правда fs ту но добавлены еще вот какой-то тушкан точка нет давайте его запустим тут по последним поступлениям и вот тут собственно говоря насколько я смотрю самые последние самые свежие так скажем фильмы которых вот открывается и идет еще и описание написано что хорошее качество давайте попробуем запустить ограбление по-американски сейчас идет в правом нижнем углу загрузка в процентах и супер я запускается сам это не так фильм это запустился с трейлер к фильму ограбление по-американски ну в общем все нужно смотреть перебирать насколько тут вы видите дополнительный раздел а сколько еще всего имеется разделе тушкан точка нет айпи тиви цифровое телевидение айпи тиви где вот тут ламп раздел давайте попробуем открыть его 251 канал ну давайте попробуем какой-то запустить любой лишь бы русскоязычный конечно хотелось быть ну вот канал discovery насколько будет хорошо идти канал discovery по крайней мере загрузка в правом нижнем углу уже пошла процентах нужно все должно что-то запуститься так канал discovery запустился единственное сейчас я его немножко выровняю ну прекрасно идет все на русском языке вот в реальном времени канал discovery работает то есть вот посмотрите какой большой выбор можно перебирать еще и бесплатные айпи тиви каналы вы вот таких дополнительных разделах этого виджета давайте посмотрим что такое ру элемент тут без указания что это за канал тут конечно не так интересно по крайней мере с пятнадцатого начинается уже понятные мне каналы какие например это нтв плюс рок-фм дискотека восьмидесятых давайте посмотрим что такое нтв плюс кино плюс так буфер обмена заполняется и загрузка идет в процентах и вот так запускается прекрасно канал кино плюс в общем что я хочу сказать я с этим виджетом никогда и не расставался он у меня всегда установлен тут столько можно выбирать и перебирать что я даже не знаю сколько на это нужно время и какие дополнительные айпи тиви каналы которые платные будут вот в этом разделе мои подписки когда вот в наличии имеется столько бесплатных что я даже не знаю что можно еще добавить в раздел мои подписки возможно что то еще будет интереснее но это все можно узнать на сайте самого разработчика обо все точка ру и так по айпи тиви канала мы прошлись в принципе и по кинотеатрам всем прошлись но я еще хочу рассказать и показать какие есть тут вспомогательные функции всплывающие окна на примере из любого какого-нибудь фильма ну давайте например выберем фильм сироты и нажмем на пульте кнопку tools то есть у нас тут выпадает еще такой всплывающий список где можно добавить как и сам фильм так и айпи тиви канал чтобы не перебирать и не искать в таком огромном списке причем при всем в неком некоторые нормально запускается телевизионные каналы а некоторые вообще не запускается чтобы больше не перебирать просто мы добавляем при нажатии на кнопку tools вот в это окно ну куда фильм естественно я просто добавлю в избранное а пить и и каналы я буду добавлять естественно в закладке айпи тиви добавляют избранная фильм сироты а например зайду в айпи тиви каналы и вот этот первый канал нажимаю также на кнопку tools и первый канал добавляю в раздел айпи тиви закладки первый канал добавлен в закладки сейчас было оповещение давайте еще посмотрим что тут есть за возможности значит после регистрации это можно будет добавить в мой личный плейлист этот канал эти три закладки мы уже поняли добавить в агрегатор плейлистов обо все . ру поиск то есть найти этот канал по вот этой ссылке сообщить об ошибке кстати можно сообщать об ошибке если вдруг не запускается этот канал потом посмотреть мою историю просмотров или поисков мой аккаунт уведомления импорт это естественно нужно будет заходить под моим аккаунтом и общая настройка виджета давайте перейдем в этот раздел и посмотрим какие тут есть возможности я сейчас хочу самого главного начать часовые поясы это все это понятно вот этот буфер часто у меня на канале возникают вопросы у людей хоть и скорость интернета хорошая а все равно hd фильмы или телевизионные каналы тормозят единственное что мне помогло это я добавил побольше размер буфера то есть какой самый больше возможно тут добавить вот пробуйте выбирать возможно вам поможет например 20 вот 20 я выбрал буфер стартовать после я считаю после 100 процентов это самое правильное стартовое меню тут можно установить или для в стартовом меню установить мой личный плейлист вот эти все наши закладки или вот этот агрегатор плейлистов обо все . ру стартовое меню тут часовой пояс мы меняем какой соответствует нашему месторасположению сколько каналов на страницу выставлять 10 15 20 и так далее таймер загрузки время ожидания загрузки плейлиста включение видео ну принципе пусть это так и стоит старт после 100 режим воспроизведения последовательно или же одиночное или повторное воспроизведение возобновление состояния включена то есть если я остановился например фильм king kong я смотрю и остановился сегодня на 20 процентах просмотренных то завтра я его включаю мне он сразу предлагает продолжить с этого же места на котором я остановился виртуальная клавиатура естественно нам нужно ну в основном это для поиска родительский контроль для взрослых сайтов можно установить это на каком-то будет наверняка какой-то пароль будет доведите новый пароль то есть у меня он отключен и сброс всех настроек виджета вот такие как и настройки прекрасные всего вот такой в общем и целом виджет мы сегодня вместе с вами рассмотрели единственное что хочу сказать для тех кто захочет активировать плейлисты какие-то телевизионных каналов 5 каналов и так далее в общем люб такие полностью расширенные возможности вам прямо с главной страницы вот этого виджета нужно на пульт и нажать кнопку tools где вот тут нужно выбрать раздел мой аккаунт уведомления импорт вот этот раздел нужно выбрать в правом окне после регистрации на сайте обо все . ру здесь вы получите пароль для входа на сайт и прочие уведомления мой мак вот тут будет в мак вашего телевизора после регистрации вводить им именно вот этот мак на сайт далее здесь идут все подробные подсказки я уже не буду все перечитывать далее здесь также можно передвигать вверх-вниз или удалять какие-то порталы давайте hd вот передвинули вверх hd кинотеатр можем мы его переименовать то есть вот портал hd кинотеатр можно ввести для него новое имя можно посмотреть история просмотров то есть вот все что я только что показывал вам вот в этом видео вот полностью осталось в истории моих просмотров и что на мой взгляд тоже очень и очень удобно ну на этом буду и заканчивать вот такой полный я считаю обзор всех возможностей мы с вами рассмотрели сегодня пожалуйста пользуйтесь устанавливайте этот виджет можно скачать как и с официального сайта разработчика где выставляется постоянно свежие версии так и под описанием в этом видеоролике я выложу ссылку с вами был дмитрий николаев всего всем хорошего кому понравился мой обзор ставьте лайки подписывайтесь на канал до скорых встреч спасибо что досмотрели это видео до конца подписаться на мой канал можно прямо отсюда нажав на вот эту кнопочку подписаться или с главной страницы моего канала как показано вот тут делитесь пожалуйста этим видео роликом в социальных сетях со своими друзьями как также показано вот тут перед вами плейлисты на все мои ролики выбирайте и интересующий вас раздел нажимайте на него и вы перейдете к полному списку всех моих видеороликов с вами был дмитрий николаев всего всем хорошего до скорых встреч